Читающие здесь люди? Расскажите, пожалуйста. Вообще, конечно, очень много читает у нас спецконтингент. Ольга Жданкина в СИЗО-1 работает больше 20 лет. И когда подошел пенсионный возраст, решила не уходить, а остаться здесь, библиотекарем. Раз в 10 дней она лично обходит камеры со своими подопечными, теми, кто записан в библиотеку. А таких здесь немало. Любителей скоротать время с книгой в следственном изоляторе 613 человек. Любят Акунина, Пикуля, книги о психологии и здоровом образе жизни. Определяет у нас спрос и экранизация художественных произведений, когда вот только проходит экранизация таких вот, допустим, как Льва Николаевича Толстого «Война и мир», Анна Каренина. Думаю, что сейчас и Алексея Толстого будет «Хождение по мукам». Это прямо мы ожидаем сразу большой спрос. Первый следственный изолятор во Владивостоке – единственный в Приморье, который может похвастаться собственной настоящей библиотекой. В других есть разве что несколько книжных полок. Здесь же не только берегут уже имеющийся фонд, но и регулярно его пополняют. Я вообще очень люблю читать. Всю жизнь, начиная со школы, как бы очень люблю читать книги, поэтому для меня это прямо сейчас вот работа чисто по душе, это даже отдушина моя. А вот эта книга – особенная гордость Ольги Жданкиной. Это уникальное рукописное издание, выпущенное в 1901 году. Генрих Сенкевич Кама Гридеши. Каким образом роман о первых христианах во времена императора Нерона появился в библиотеке СИЗО, сегодня никто не знает. Но книгу хранят очень бережно. И даже в читальном зале готовы выдавать только самым проверенным читателям. Однако последних больше интересует фантастика. В последнее время читал много психологии, несколько книг прочитал. Также Акунин мне нравится. Павла Кэлли прочитал. Три книжки. И сейчас читаю Роберта Дэвиса Шантара. Гордятся и берегут здесь еще одно издание – седьмой том собрания сочинений Шекспира 1946 года. Сколько еще должно быть томов и где остальные, сегодня тоже никто не знает. А книги надежно хранят свои тайны. Так что библиотека в СИЗО-1 – место не только популярное, но и загадочное. В СИЗО уже больше года. Как только узнал, что здесь библиотека есть, как только спустился в отряд, пришел, мне сразу все понравилось. Большой, очень богатый выбор. Разная, как говорится, литература. От исторических хроник до библейских, даже фантастика научная, современная. На столе у Ольги Жданкиной готовые стопки книг. Сегодня как раз день обмена литературы. К каждому списку библиотекарь подходит очень внимательно. Ведь она верит, книга, тем более здесь, в СИЗО, как раз та вещь, которая способна поменять человека в лучшую сторону. Светлана Садовая, Данил Клева. Новости на восьмом. Новости на восьмом.